Ну, с первого мая у вас. В России сейчас 1 мая отмечается как праздник весны и труда. Такое же название используется в Таджикистане, а Украина по-прежнему отмечает День международной солидарности трудящихся. В Казахстане в этот день отмечается праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане и Шри-Ланке празднуют День труда. Дни, посвященные труду и трудящимся, существует в 142 странах мира, хотя не все не празднуют с 1 мая. А в первоначальном виде праздник установлен Парижским конгрессом Второго интернационала в июле 1889 года в память о жертвах чикагского бунта на Хеймаркет. Что такое бунт на Хеймаркет? Это протестный митинг американских рабочих на площади Хеймаркет, то есть стенной рынок, 4 мая 1886 года в городе Чикаго под лозунгом борьбы за 8-часовой рабочий день, во время которого был совершен теракт. Бомбой, брошенной в полицейский отряд внедренным агентом, было убито несколько полицейских и рабочих, после чего стражи порядка открыли огонь по митингующим. Это событие послужило поводом для ареста восьми анархистов. Четверо из них по приговору суда были повешены. Давайте поговорим о том, зачем люди выходят на улицы. Что изменится от того, что вы вышли с красной гвоздикой в центре Берлина выразить солидарность с трудящимися? Или не вышли? Или присоединились к исконно боевому Кроутсбергу? Хотя вряд ли. Когда люди выходят на улицу, им все понятно. Им хорошо или им плохо. А скорее им нормально. Есть дача, есть гости, есть поездка на природу. Так хорошо же. Конечно, хорошо. А эти, кто выходит, им делать нечего? Но нет. Обратите внимание. Обычно на улицу выходят люди социально активные, которые мгновенно найдут себе веселую компанию для поездки на природу. Но их интересуют другие вещи, которые кажутся им важными. От переустройства мира до требования права заряжать мобильный телефон на работе без вычета расходов электроэнергии из-за оплаты. А такое бывает. Переустройство мира – штука сложная и опасная. Хотя мир, конечно, нуждается в усовершенствовании. А вот социальное медицинское страхование, пенсии, дефицит жилья или рост цен – вещи существенные, имеющие отношение к каждому из нас. Изменится ли что-то от того, что мы выйдем на улицу? Нет. На завтра изменений не будет. Возможно, их не будет и послезавтра. Но общество таким образом показывает свое несогласие с существующими порядками и отмечает неприятности типа роста цен и сигнализирует политикам. В конце концов, давайте вспомним, что рабочие в Чикаго требовали восьмичасового рабочего дня, что давно стало нормой для цивилизованного мира. Так зачем? Зачем консервативные демонстрации с гвоздичками и шариками? Зачем левацкие битвы в Кроицберге или в Брюсселе, в Париже и в Лондоне? Действительно праздник весны. Люди тысячи лет выходят в эти дни на улицу. Это конец вольпругиевой ночи с 30 апреля на 1 мая, когда считается, что к людям выходит нечисть. Германоязычные народы жгут костры и выгоняют ведьм, а потом веселятся. В горных районах Шотландии у гэлов-хайлендеров 1 мая тысячи лет отмечался как древний кельтский скотоводческий праздник Бельтана. Это культ солнца. И в древнем времени отмечали. Чествовали богиню Майи. Она покровительствовала плодородию и земле. Именно в честь нее последний месяц весны и стал называться Майи. Так что наши гены говорят нам, выходите на улицу, весна. Но сейчас это называется 1 мая.